Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет с вами очередная экскурсия в очередной разрушенный храм в Рязанской области. За моей спиной вы видите храм Покрова 1800 года постройки. Ну, во всяком случае, так официальные источники заявляют. Находится он у нас в Бронском районе. Если я не ошибаюсь, то здесь, где граница районов должна быть. В общем, сейчас мы с вами подойдем поближе и рассмотрим то, что осталось от этого храма. Не переключаемся. Ну что ж, подходим поближе к храму. Вот так вот он интересно выглядит. Колокольня почти вся цела. Частично руинирован. Ну, так, в целом, структура сооружения понятна. Вокруг располагается пустырь. Ну, я так понимаю, это раньше все было большое село. Кое-где вокруг домишки. Кое-где они жилые даже. Но, картина довольно печальная. Совершенно очевидно, что раньше здесь было большое крупное село. А теперь у нас есть вот что. Ну что ж, зайдем со стороны колокольники. Посмотрим. С храмом. Есть какой-то кирпичный домик. Довольно старой постройки. Он жилообитаемый. А вот здесь находится сама церковь. Вот так вот выглядит у нас со стороны парадного входа. Колокольня высокая. Четырехъярусная. Вот это вот, правда, немного кружочек кривоват, деформирован. Смотрите. Смотрите. У кого-то проблемы были с гладомерами. Вот. Сейчас посмотрим, какую выглядит это вот. Чуть-чуть сбоку. Ну что ж, сбоку это выглядит примерно вот так вот. Довольно интересное сооружение с точки зрения архитектуры. Ну что ж, самое время подойти поближе. Попробуем зайти внутрь. Так, ну что ж, заходим внутрь. Что мы видим? Было подведено электричество. Ой. Еще надо под ноги смотреть в таких местах, ребята. А то можно свихнуть себе запросто. Так. На колокольню мы не попадем. Вот это вот была лестница. Сырписянно деревянная. Так что этот вопрос мы снимаем. Вот мышь в углу в ноги. Ай-яй-яй-яй. На правь, мышь. Их, бегает, боится. Ладно. Беги отсюда. Беги, беги, беги. Поскакал. Так. Что здесь у нас? Ну да. Вот она была лестница на колокольню. А на колокольню мы не попадаем. Так. Но по традиции росписи отсутствует. Да. Кстати, это уже довольно большое помещение. Но не сравнить с храмом в Гремяках по объему. Безусловно. Тот храм вне конкуренции. Совершенно очевидно. Опять мы видим, что здесь тоже совершенно никаких росписей. Ничего нету. Все сбито. немножко искажается звук. Так. Давайте аккуратно пройдем. Посмотрим, что здесь у нас. алтарная часть. Канастас был. Вот его деревянные остатки. остатки. Ну, все сбито. Сами видите, вот они, следы работы неизвестно советских вандалов. хищная птица большая здесь заседала. Слышите? Нет, наверное, не слышите. Кричит. Кто-то заложил силикатным кирпичом окошко. Одно зацементировали. Да, никаких росписей практически не осталось. Ну, вот только вот в этом месте разве что. Но против света видно не будет. Против света видно не будет, ребята. Ну, в общем, можно сказать, что их нет. Сами видите, в каком состоянии все это находится. Да, это основное главное существенное отличие от ярославских храмов. здесь полностью отсутствует роспись. Ее просто уничтожили. Ну, что ж, выходим. Выходим сюда на улицу. А еще, знаете, я вам что скажу, я здесь не вижу погоста. Рядом с храмом, по идее, был погост. Здесь его нет. Так. Ну, и вот, сейчас еще вам покажу вот такое вот место. Интересные постройки такое. Интересная конструкция, как голландский домик. вот такой вот храм, ребят. что же, много храмов заброшенных и мало храмов восстанавливаемых. очень очень мало. Вот так как-то. Ну, ладно, что же, друзья, больше тут смотреть особо не на что. Никаких росписей, фресок, ничего нету. я думаю, надо заканчивать репортажек на сегодня. Будем прощаться, друзья. Вы смотрели канал Бюро находок и рубрику по заброшенным церквям. Если вам нравится видео на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Будем общаться. Буду рад общению. Все, друзья, обязательно увидимся на канале. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.